Привет, сегодня с тобой поговорим про ошибки, про правильное питание. Ты на канале нутрициолога-психолога. Соответственно, здесь я развеиваю все болезненные ожидания от того, что нужно все запрещать, все убирать, все исключать и даю некоторые механизмы управления своим состоянием и здоровьем. Иногда так бывает, что мы сталкиваемся с тем, что мы вообще не понимаем, соответственно, правильное питание, неправильное питание, настолько людей уже изнасиловали внутренне вот этими моментами, это ешь после, это ешь до, от этого ты похудеешь, от этого ты наберешь вес. Я хочу вам рассказать просто максимально простую историю, которую вы должны понять. Первое, у нас есть генетика. У каждого она есть и не все ее знают. То есть одному нормально на жировой диете, другому абсолютно это аномально, и он от этого будет болеть. Второй момент, это есть эпигенетика. В организме закончился цинк, закончилась медь, закончился какой-то микро-макроэлемент, уже система работает по-другому. Другой момент, перепил воды нефильтрованной, тоже все изменилось. Другой момент, подсел на какого-то блогера, у которого, например, определенное питание. Да, это питание у него, и он на нем какое-то время. Другой момент, если мы с тобой говорим про максимальные ошибки, то, конечно, эти ошибки создает каждый человек, пытаясь сесть на какую-то диету. Диета, это значит ограничение продуктов. И когда ты попадаешь в какую-то ситуацию, где, а-ля, ты уже не дома, ты уже не в своем районе, тебе нужно искать. И ты не знаешь, вдруг у тебя глутатион закончился, вдруг у тебя в организме закончились пробиотики. Ну, то есть, ты ориентируешься, в принципе, так, ну, возможно, так же, как и я. Это белок, это клетчатка, это витамины, это жирные кислоты, это электролиты в воде, это, ну, то есть, может быть, я не знаю, может, ты по-другому живешь. Если не добрал своих аминокислот, до свидания, коллаген. Если, ну, переел печеньками или каким-то фруктозой, другой ерундой, до свидания, коллаген. И, ну, как бы, я это все индуитивно уже давно поняла, но не хочу никому давать какие-то болезненные моменты. Например, человек сидит на кето или на чем-то, он бывает в каком-то закислении, ему настолько плохо в своем ацидозе, что он там с ацидоза волколос прыгает. Другие на своем вегетарианцы, щелочные люди, которые просто супер какие-то позитивные, несколько лет, а потом их собирать нужно по костылям. То есть, питание, оно может быть совершенно разным, и ты даже не знаешь, насколько оно прямо сейчас с тобой отыграется и что сейчас произойдет. Поэтому, когда мы с тобой говорим про то, что максимально исправить состояние, да, это можно сделать. И не нужно ставить себе такие вот ограничения, что ты прям перейдешь на какое-то супер питание. Я учу своих клиентов просто. То есть, не нужно сразу уходить в какие-то крейзи моменты, но нужно понимать, что такое микроэлементы, где их брать, и насколько улетит твоя глюкоза, если ты позавтракаешь кашей с мандаринами, апельсинами, что если ты ее не израсходуешь, она прям-таки пойдет или в жир на боках, или, грубо говоря, в твои сосуды. Ну, как бы, вот это важно. Заблуждение в питании. О том, что есть красное мясо нельзя. О том, что ограничивать нужно постоянно свои калории, нафиг их считать бесконечно. Друзья, если вы чувствуете и считаете, что вы от этого устали, то я могу вам подсказать некоторые выходы. Почему? Потому что если вы чувствуете, что просто уже не можете вот в этом аду своем, то обращайтесь за консультациями. Напоминаю, при определенных дефицитах человек будет чувствовать проблемы. При паразитарке также будет чувствовать проблемы. То есть человек пришел сегодня, меня почему разрывает сегодня? Пришел сегодня мальчик, 32 года. Господи, у него после этого кета там и грибы, и паразитоз, и вообще, ну, очень серьезная ситуация. Зато он просветленный в том, что он периодически голодает. Вот так не надо делать. Другой момент, есть тоже всякую кашу-овсяшу, которая, и там другие каши, которые блокируют различные ферменты, да, это тоже не про здоровье. То есть одна блогер показывает, я худею. Конечно, ты худеешь, но когда ты потом пойдешь 5 раз к зубному, так как я это делала в молодости очень часто, не зная, что потребляя фитиновую кислоту, всякие орешки, можно уже вставлять виниры. Кстати, я о винирах подумываю, но пока я еще не звезда, но об этом я тоже думала. Но вот просто некоторые люди делают эти себе проблемы сами. Я уже, может быть, около 5 лет не ем сладкое, мучное, не потому что я не хочу, потому что мне плохо от этого. То есть, ну, как бы, я не, как сказать, непросветленный человек, который что-то внушает. Но просто когда ко мне приходит ребенок, и я ему должна выписать магний, кальций, железо, это я маме должна сказать, мама, не давайте ему вот этот сок, не давайте ему вот эту булку, потому что вот эта булка, и вы потом будете платить за вот эти анализы и за вот эти витамины и минералы. Это же так легко, ребята, так легко. Поэтому считать калории и выбрасывать соль из рациона, пить воду, не пить воду, принимать БАДы, не принимать БАДы, это уже сугубо ваш момент, но я считаю, что правильное питание питанием, а поддержка витаминами должна быть, поддержка ЖКТ должна быть. Вы никогда не знаете, хватило ли у вас ферментативной системы для выработки тех или иных гормонов, нейромедиаторов, хватило ли у вас энергии на вот эту историю или не хватило. То есть, все это можно исправить. И если вы чувствуете себя реально плохо, то важно поддерживать нутрицептиками. Например, если у человека проблемы с иммунитетом, ну почему не пропить кардиоцепс, почему не пропить грибы рейши, почему не дать себе там саплименты для того, чтобы белок лучше усваивался. То есть, ну это же элементарно, Ватсон, почему многие думают, что вот сейчас тетя по телевизору расскажет, как она там кушает вкусно, и как у нее там калории сжигаются или набираются, и она, эта тетя здорова, да и у этой тети может быть вообще там жопа горит. Ну то есть, понимаешь, да, а ты смотришь на это и думаешь, ну вообще что, что, что это такое. Соответственно, ошибки на правильном питании, они такие, что дяди и тети с дипломами диетологов рассказывают вам о том, что казеин можно, кофеин дофига себе можно, не знаю, обжираться фруктозой можно, и на этом они худеют, да, они худеют, эти люди, но у них же потом сосуды просто плачут. Еще один крутой чувак, блогер с диетологическим образованием, ну я знаю про пользу бульона, да, но когда у человека накапливается мяг, когда у него разрастание кандиды и других грибов, и плюс неработающую желчную, он выпьет этот бульон, он им отравится просто, просто отравится как шлаком. И да, это доступно, поэтому путь в блогерство диетологии, так же как и блогерство психологии, ребята, оно длиною в жизнь, поэтому проверять нужно все постепенно и не брать все за, ну как бы, за истину. Я могу сказать, что супер-супер важно работать со своим состоянием, и не надо быть ни сыроедом, ни веганом, ни кем, надо учиться есть и искать саплименты. Вот так, ребята, подписывайтесь на мой канал, не уходите в дебри, похудеть можно на дефиците, но стать здоровым, это долго, крепкого вам здоровья.